Прокомментируйте, что сжигаете. Мусор сжигает, и кроме того, наша бумага, которая остается от упаковок, книг наших. Я вот смотрю, на каком мы расстоянии. Вот можно сказать, что раз, два, три, ну метра семь. И стоять даже против ветра, и то трудно стоять. Господь угрожает огнем гиенским, где черни умирают, огонь не угасает. У человека нет в это реальной веры. Если бы думал, представь, показаться, там капли нет, и день и ночь находятся в огне. Да вот эта жизнь-то покажется вообще смешная. Как было не трудиться для Господа. Люди этого не знают, ну просто отрицают, отрицают душу. Все отрицают, ну только для утробы. А для утробы никогда не наготовишься. Видишь как. Я в прошлый раз вот так вот начал подгребать, она охватила, даже брови и ресницы захватила. А мы помаленьку подсыпали. А тут какая огромная куща. Там, я гляжу, даже палки попались. Ну да. Вот. Барнаул, мы из Барнаула, а сейчас находимся в городе Шахта Ростовской области. Тут у нас, куда мы забросили книги, сейчас вот закончили прошлой неделе, прошли Крымский полуостров. Все эти места, скопления народа. В основном едем по библиотекам. Сейчас готовимся на Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская область. Может захватим Воронежская. И тогда уходим на юг. Грузия, Армения, Азербайджан. И в поверху вернуться сюда. Ну посмотрим еще, возвращаться сюда или нет. Или прямо отсюда, как проедем, уйдем. Ну похоже, надо вернуться, остатки груза забрать. Кое-что есть некондиционное. Оказалось, то ли потеря была где-то, или... Ну не совпадает количество пачек. Посмотрим как. Пока идет у нас точно по графику. График очень жесткий. Мы должны в день посетить 5 населенных пунктов. Минимум 5. От 5 до 7. Поэтому мы нигде не задержимся. Краткое свидетельство. Оставляем книги и уходим. Здесь нас вот так приняли. Это отца Иоанна Суворова. Брат родной, его отец здесь живет. Это Михаил, ему племянник. Мы сюда уже едем, как домой. Вот такое расположение. Забыли даже, что это не Барнаул. Ну, скале бы нам в шахты домой. Так благословенно. Вот прошли мы 7 стран в Европе, начиная с Польши и заканчивая Болгарией. Была допущена ошибка. Вышли из Шенгенской зоны и дальше второй раз не войти. А может быть к лучшему. Если на следующий год будет поездка, то нам визу могут дать уже с неоднократным возвращением в Шенгенскую зону. Мы сербы посетили, сербы, родные наши братья. Так что нам обиды-то никакой здесь нет. Мы их посетили, увидели, нас там приняли как родных и долгожданных. И грамоту, в единственном месте, где грамоту тут же выдали грамоту. Захвалница называется там. Вот. Если будет все благополучно, значит, мы думаем через месяц приблизиться уже к завершению. Освободить полностью гараж, где наша ставка материалов находится. Что нам понравилось, это живут здесь вот наша семья гниждом одним. Работает все вот лесопилку построили. Вот-вот она начнет работать уже у них. Или даже частично работала. Вон люди подходят. Сегодня думали, что может встреча будет. Созвонились людьми. Везде все благополучно. Везде, где нет священников. Где наши родные и близкие священники, там хорошо. Людей собирают, в храмах беседы. В основном это лютая ненависть. Как Павел сказал, лютые волки. Ничего не знают, ничего. Просто против и все. Как бешеные бросаются. Хоть одно слово какое-то увязано было с нашей деятельностью, с написанным в книгах. Ни нас, ни книги не видали. Просто бешеные кидаются и все. И народ натравливает. Но Бог делает так, что мы везде проходим. И наш опыт передач очень трудно. Допустим, нас захватили, не выпускают на таможне. Но мы сразу отходим и молимся. Люди, когда описывают такое, то они говорят, там надо взятку, а за взятку до 12 лет. То есть у людей трудности. У нас трудностей такой нет. Мы сразу молимся. И мгновенно обстановка меняется. Начальник, который названил, он куда-то вдруг девается. Другой подходит, документы в руки и дает. Пожалуйста, уезжайте, уезжайте. Все благополучно. И ничего не надо. Ну, я везде по трехтомнику даю. А это 75 евро. Это не за взятку книги не считаются. Поэтому мы едем. Мы с собой большой ящик. На каждую неделю берем подарочные книги. До слова Божия нетусь к истинному православию. Ну, и вот это. Раньше я еще симфонии брал. Если так будет все, то у нас есть такое, как же, причувствие, что мы можем благополучно все и закончить, как было намерено. Плоды дает Господь. Мы видим радостные глаза людей. И они очень удивлены, что такую даль мы приехали, даем такие материалы. Они смотрят только на внешние. Внутренние они еще не считали. Бывает, некоторые начинают считать, и сразу обстановка меняется. Я вот сам сейчас еще одна книга попорчена. Я сижу и второй день читаю и не оторву. Мои материалы, моя книга, я не могу из нее вылезти. Настолько она захватывает конкретно по всем областям. За тысячи лет берет. И как сегодня это применить? Какие друзья? Открылась тема выбор друзей. Первый том, это вторая тема была. А таких тем у меня, тема 123. Плюс больше тысячи проповедей. 3467 психотворений. Не считая там еще моря информации. Ну и они, конечно, некоторые особенные библиотекари, умеют ценить книги. У них таких книг даже нет. Они видят, это такое издание, какая бумага, как не склеенные, сшитые. Эта стоимость сразу увеличивается в несколько раз. Да где ж такие деньги? Все спрашивают. А кто вас спонсирует? Откуда такие деньги? Один из спонсоров, с которым познакомил нас, отец Иоанн Суворов, сокол, там у него такой крупный, сказать, президент компании. Азот какая-то там из-за границы у него есть, что и вот он потерял жену и ребенка, а ему попала книга через отца Яна. И он мне одну книгу с 14 том сразу выкупил. Вот так находятся люди по всему лицу земли, которые книги эти читали и сами вызываются и спрашивают. Вам нужны деньги? Я говорю, уже последние книги я перестал издавать, выкупил. Ну как же, вам же надо было? Я говорю, уже я выкупил, мне не надо. Мне деньги-то зачем? Я себе книги одаром отдаю. Да что совсем? Ну вот мы едем на деньги, нам нужно на бензин. Ну возьмите на бензин. Понимаете, вот сколько мне нужно? Не хватало 150 тысяч. Он сразу перевел утром, пошел, получил. Это Бог делает так. У меня ничего нет, вот я и братья мои все бедные такие. Но Бог так устроил. Нашу вот эту поездку, ее нельзя повторить. Во-первых, ни у кого столь обильного материала нет. Это первое. Во-вторых, вот такой отдача стопроцентной, это надо поискать. Просто Бог нас подвиг. Вот такой коллектив специально приобрели машину. Машина производства России, ее, ну, не выставочная международная. Но в прошлом году она прошла 50 тысяч километров. Ну, еще вот мы уже 16, наверное, тысяч прошли. Конечно, недостатки без Николая, брата, Николая Павловича Крущина, нам бы тут не поправиться. Сложные очень были маршруты, такие как Братислава, там Вена, улицы узкие, машина к машине. Ну, никак. В одном месте было так, зеркало за зеркало, все-таки зацепились. Ну, никуда не ехали, нигде никого нет, ничего не повредили, мы так и уехали. Вот. И тут надо быть асом, тем более он назад ведет машину, как будто вперед ведет. Ну, так чувства у него разве-то. Мы просили Бога, за нас многие молятся. Люди говорят, я поеду, у меня так же будет. Так не будет. Так не будет, потому что, ну, у одного такая помощь, у нас помощь громаднейшая. Тысячи людей молятся. Мы доверяемся Богу. Каждый день молитва. И мы, вот, нас задержали, требуют взятку. Прям требуют. Документы у них в руках. Я еще могу сделать. Там 120 долларов, 128. Ну, ребята, сидите в машине. Я пошел. Я пошел с ними поговорил. Они рады проводить, скорее провожают, благословляют. И ничего не надо. Я говорю, вы сделайте так, чтобы совсем было дешево. Он говорит, я сделал на 5 рублей вам проезд. И при том, это не один раз уже в дороге было. И мы знаем, где наша помощь. Людям засвидетельствовать о Христе, о вечности, о Боге, о вечном мучении. Вот это проповедь, особенно у огня. Это очень хорошая проповедь. Это не у гроба, когда люди думают, похоронить некогда там. А здесь спокойно стоим, слышим, летит кепель, вот он поднимается где-то. А там ничего этого не будет, когда человек в ад попадет. Он будет вечно гореть без Бога. Блудники, воры, пьяницы, царствие Божие не наследуют. И мы возвещаем им истину. Когда спрашивают всегда, о чем книги? О жизни. Еще непонятно. У нас в лагере главный лозунг висит везде. Россия должна встать. Но я не буду говорить в Польше, Россия должна встать, потому что это Польша. Варшава. Я говорю, как спасти душу свою. Так что? А у нас указание, книги религиозные не принимать. Это не религиозные книги. Книги эти обо всем, о жизни. Если я разговариваю, как заключенным, стать людьми, это религиозно, но ясно делаю на основе Библии. Если я говорю, как поднять детей, брошенных и прочее, это еще религиозно. Вот одна книга, 300 поэтов России, за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Это еще религиозно. Но я между ними вставляю места из Писания. Люди, у них понятия никакого нет. Если я сказал о Боге, значит, я все 38 книг, только и говорю, как правильно кланяться. Конечно, нет. Об этом у меня написано. Написано в одной из книг. Остальное, вот я вижу, если бы раньше было, у меня-то большой был бы материал о вас здесь. Я узнал, сколько, шагами измерил площадь, доль поперек. Вас спрашиваю, никто не знает. А мне-то все интересно. Они не пойдут, ребята, наши мерить, потому что, ну, это у него другое. А мне-то все дорого. Вот вы водите, вижу семьялы, а вот к этому бульдозеру. Что-то я его не вижу, куда бульдозер стоит. А, вон, туда угодно. Вот, катить колесо. Я вырос в такой семье, нас 10, а отец без руки. Мы все сами делали. И поэтому трудящийся для меня человек особенно близок. Я понимаю, он умеет трудиться для тела, он может трудиться для души. Человек, наученный даже в той жизни, когда неверующим жил, он легко может переменить это на духовную. Я вот плохо слышу, ну, недостаток, плохо как будто. А пошел в армию, у меня нормальный слух был. Ну, в подводный флот не взяли бы глухого. А потом в ракетных войсках только образовались, я сразу служил. Я слышал, но в школе, когда был, у меня затруднения были. И вот эта самостоятельность, я не знаю, какой урок задали. Я иногда учу урок, который через два дня только будет. И вот мне все помогло, когда я стал верующим. Я самостоятельно постигаю то, что в семинаре, в академии они пять лет учат. Я в течение года все это прошел. Я учу для себя, я не слушаю, кто знает, не знает. Я беру самые, как говорится, сливки, что говорили святые мужи веры. Для меня преград в жизни как будто никогда не было. Помню, я долго гонялся за книгой, которая давала бы толкование песни-песней. Слышал она и есть. А книга таинственная, Ветхого Завета. Наконец я узнал. Поехал. Но книга была без начала и на немецком языке готическим шрифтом, такими буквами. Никакой преграды нет. Я за учебники восстановил язык, ее все перевел. И в стихотворной форме для стихи я перевел стихами. Надо было мне толкование откровения Иоанна Богослова. Достал, достал, оказалось на церковно-славянском. Я не знаю, я сел, тоже заизучил, и тоже перевел эту книгу. Какая-то препятствия. Препятствия, тут я доехал до Черного моря, Севастополь. А там обрыв 30 метров. Ну, надо обходить дальше куда-то, наехать на Азовское море, где-то обойти. Ну, маленько тряхните наше мешочек какой-то, посмотрим. Дома мы эти бумаги разные перебираем, чтобы не загорелись.